Автомобили Subaru нельзя назвать очень распространенными в России, но и вниманием автолюбителей они в целом не обделены. Просто эти автомобили в основном предпочитают любители езды с ветерком или наоборот фанаты охоты и рыбалки, ведь не зря в переводе с английского Forrester это лесник. В 2002 году появился так называемый второй Forrester, о котором мы сегодня и поговорим. На самом деле он сделан на базе старой модели, его внешность не претерпела кардинальных изменений. В 2005 году был проведен рестайлинг автомобиля. Модернизацией подверглись бамперы, фары, облагородили салон, гамму моторов дополнили новыми. Например, появились двигатели 2,5 литра, которые могли идти в паре и с автоматом, и с механикой. Также двухлитровый мотор был модернизирован. Он тоже может агрегатироваться и автоматической, и механической трансмиссиями. Наш герой сегодня Forrester второго поколения до рестайлинга. Он 2003 года выпуска, пригнан из Америки. Двигатель 2,5 литра и пробег на данный момент 113 тысяч миль или 180 тысяч километров. Машины этих годов выпуска могут быть пригнанными из США, из Японии, либо купленными новыми здесь. Из Европы эти машины пригоняли очень редко, так как они получались очень дорогими. По надежности японские Subaru ни в чем не уступают и ни в чем не превосходят своих собратьев с других рынков. Но серьезно углубляться в эту тему не стоит, так как у японских машин руль с другой стороны. Авто из США радуют своей богатой комплектацией. Двигатели у них обычно 2,5 литра, причем в атмосферном варианте, в отличие от машин из Европы и Японии, где двигатели турбированные. К таким машинам нужно подходить с особой аккуратностью. Главная опасность этих машин состоит в двигателе. Дело в том, что этот мотор требует дорогого синтетического масла. В Америке долго было принято заливать в любой мотор, вне зависимости от его сложностей и конструктивных особенностей, дешевую минералку. Кроме того, помните, что моторы 2,5 литра боятся перегрева. Поэтому новому хозяину, как только он купил свою машину, сразу стоит заменить охлаждающую жидкость. А после этого всегда внимательно следить за датчиком температуры, особенно в пробках. У автомобилей из России есть свои преимущества и недостатки. Преимущество – это то, что можно отследить историю. А также в большинстве случаев Subaru покупают фанаты марки, которые обслуживают ее очень внимательно и аккуратно, не жалеют денег и заезжают на фирменные сервисы. А минус российских автомобилей в том, что они всю свою жизнь ездили по российским дорогам и питались отечественным топливом, что еще на пользу ни одному автомобилю не шло. Турбированных Forester на вторичном рынке предостаточно. Они стоят на 100-150 тысяч дороже более скромных версий с атмосферными движками. Надо ли покупать автомобиль с мотором мощностью более 200 лошадей? Здесь все зависит от того, для каких целей берется машина. Если как внедорожник, то лучше не смотреть в сторону такого мощного агрегата. Если вы любите быстрой езды, то автомобиль с таким мотором, 2,5 турбо, как раз для вас. Кстати, этот автомобиль очень редкий для американок. Обычно, как я уже упоминала, там моторы атмосферные. По словам мастеров, ресурс такого мотора, если эксплуатировать машину с головой, очень даже большой. Он может достигать до полумиллиона километров пробега без капиталки. А, кстати, порадовал расход. 15 литров для такой машины это не очень много. Турбина, конечно, столько не протянет, но до 200-250 она, скорее всего, проживет. И это с учетом того, что спокойно на таком автомобиле вряд ли кто-то будет ездить. При эксплуатации такого мотора еще стоит помнить о том, что у него очень хороший масляный аппетит. 500-600 грамм на 1000 километров пробега – это норма. Не забывайте давать турбированному мотору отдышаться. Пару минут на холостых оборотах после активной езды – это просто обязательно. А лучше всего поставить турботаймер. Покупая машину с пробегом около 100 тысяч, помните, что скоро понадобится замена ремня ГРМ с роликами. Скорее всего, к этому моменту подойдет и ремень кондиционера. Ну, то есть, большое ТО вам обойдется порядка 35-40 тысяч рублей. Если же перед вами самый мощный Форестер на механике, то готовьте деньги еще и на замену сцепления. Если даже предыдущий хозяин не успел его убить, то, скорее всего, скоро ему подойдет срок. Сжигают этот элемент часто, ведь, как я уже говорила, спокойно ездить на турбированном Форестер непросто. Замена сцепления – удовольствие недешевое, а поручать его нужно только квалифицированным специалистам, хорошо знающим Форестер. В итоге работа обойдется порядка 30 тысяч рублей. Но в гамме Форестер есть и гораздо более спокойные автомобили с двухлитровым атмосферным агрегатом. Сначала он был с одним распределительным валом мощностью 125 лошадиных сил, а начиная с рестайлинговых моделей – уже с двумя распредвалами, выдающей 150 лошадей, на японском рынке – 140. 125-сильный движок лучше всего сочетается с механической коробкой передач, так как четырехступенчатый автомат не самой современной конструкции делает машину неторопливой, особенно если сравнивать с 2,5 турбо. Что касается 156-сильного мотора, то к нему претензий вообще нет. Он и достаточно мощный, и надежность его оказалась на высоте. Ставили на Форестер и двухлитровый турбированный мотор, который на машинах для Европы выдавал 177 лошадиных сил. На автомобилях из Японии этот же силовой агрегат выдает 220 лошадиных сил. Хотя это не предел. Японцы снимали с такого мотора и 250, и 265 лошадей. К моторам мощностью 177 лошадиных сил никаких претензий по надежности нет. А вот прокаченные машины из Японии стоит брать с особой осторожностью. Ведь замена наддува в таком случае обойдется очень дорого. Таких моторов аж две турбины. Ну, а если говорить о двигателях, прокаченных в Японии, по-серьезному, то есть когда количество лошадиных сил достигает трех сотен, то в подержанном варианте такие машины лучше вообще обойти стороной. Коробка передач, как вы уже поняли, бывает механической или автоматической. При этом у машин с двухлитровыми атмосферными двигателями и механикой есть одна очень интересная особенность. Они оснащаются понижающим рядом передач. Такие машины, конечно, намного более уверенно чувствуют себя на бездорожье. Салон у Форестера, как и все в этой машине, добротный, без сверчков и скрипов и абсолютно аскитичный. К системе полного привода обычно никаких претензий у этого автомобиля нет. Единственное, что очень желательно точно знать периодичность замены масла в редукторах. Subaru Forester, построенный, кстати, на платформе Impreza, отличается очень приличной управляемостью. Нельзя сказать, что он едет лучше своих конкурентов, однако его ходовая спокойно справляется с мощнейшими турбированными моторами, а потому изначально более прочная по конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подвеска у Forester очень надежная. До 100 тысяч километров пробега она, в принципе, не должна беспокоить владельца. Единственное, что может выйти из строя к тому моменту, что это стойки и втулки стабилизатора. Более серьезные вложения в подвеску машина может потребовать на пробеге более 150 тысяч. Тогда под замену могут пойти амортизаторы, шаровые опоры и подшипники ступиц. Но обычно все эти элементы выходят из строя по очереди, а не разом, поэтому для бюджета особого напряжения не создается. Многие Subaru Forester имеют амортизаторы с системой автоматической подкачки. Система эта, конечно, очень хорошая. А задумка, особенно для наших дорог, так вообще прекрасная. Ведь даже если машина сильно нагружена сзади, она не меняет свою геометрию и не сильно подскакивает даже на кочках. Но вот когда дело доходит до ремонта, здесь уже многие хозяева задумываются, потому что цена одного амортизатора – 18 тысяч рублей. И часто они даже не доживают до 100 тысяч километров. Именно поэтому многие владельцы часто меняют эти амортизаторы на обычные вместе с пружинами. Так получается приблизительно в два раза дешевле, чем поменять на новые самоподкачивающиеся. Рулевое управление тоже надежное. Тяги и наконечники служат 120-150 тысяч километров. Рейка может постукивать в крайних положениях, а шланги усилителя руля слегка мокнуть. Однако это не повод для беспокойства. Если же потечет верхний сальник рейки, поможет недорогой ремкомплект. Тормозная система у машин с атмосферными и с турбированными двигателями различается. У машин с атмосферными впереди дисковые тормоза, а сзади барабанные. У турбированных машин дисковые тормоза везде по кругу. Если тормозные суппорты исправны, то диски без проблем входят в два комплекта колодок. Чтобы суппорта не подклинивало, направляющие колодок каждое ТО желательно внимательно и аккуратно смазывать. Краш-тест Subaru Forester прошел на отлично. Капот превосходно держит удар, перераспределяет нагрузку и деформацию совершенно верно, не причиняя водителю и пассажирам неудобства или повреждений. Внутрь салона металл смещается незначительно, чем обеспечивает целостность нижних конечностей переднего пассажира и водителя. За защиту детей наш автомобиль набрал даже больший балл, чем за лобовую или боковую часть тестирования. Защита маленьких участников дорожного движения оказалась на высоте. Не самый лучший результат автомобиль передемонстрировал только при ударе сзади. Подголовники не могут обеспечить полную защиту для высоких пассажиров. Subaru Forester – добротный полноприводный автомобиль. При этом он имеет свое лицо и определенную самобытность. Да, действительно, обслуживание Forester далеко не дешевое, но ломается он крайне редко. Особенно, если соблюдать все правила разумной эксплуатации двигателей и подвески. Обслуживать эту машину стоит только в сервисах, где действительно знают Subaru. Если честно, даже в Москве непросто найти хороший сервис с приемлемой ценой, который является настоящей альтернативой фирменному авторизованному сервису. Если взять автомобиль с пробегом в районе 100 тысяч километров, то без особых вложений его точно можно эксплуатировать еще порядка 50-70 тысяч. А вот подходить к вопросу покупки такого автомобиля, например, 2006-2007 годов выпуска, можно с суммой от 600 тысяч рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok